Центр распределения зеленого водорода появится в Казахстане. Открыть производство планируют в Мангистауской области. Инвестсоглашения с немецкой стороной заключили сегодня во время переговоров Касымжумар Татукаева и главы Евросовета. Шарль Мишель посетил столицу с официальным визитом. Ирина Панфилова следила за ходом встречи. Европейский союз один из основных партнеров Казахстана и не только в делах политических, но и экономических. Только с начала этого года товарооборот между нашей страной и ЕС превысил 26 миллиардов американских долларов. Основная сумма пришлась на экспорт. Как укрепить сотрудничество еще больше сегодня обсуждали на высшем уровне. Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил нашу страну с официальным визитом. Совместное фото на памяти сразу к делам. Президенты провели двусторонние переговоры. Касымжумар Тукаев поблагодарил коллегу за приезд. Шарль Мишель, в свою очередь, за радушное гостеприимство. Евросоюз является приоритетом для Казахстана. Мы фокусируемся на развитии наших отношений. Я хотел бы отметить, что соглашение по расширенному партнерству и сотрудничеству является единственным в своем роде, которое было подписано ЕС со странами Центральной Азии. И оно запустило новый этап расширения отношений во всех сферах. Впервые мы встретились в Брюсселе. И с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Рад встрече с вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества. В следующем году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между странами ЕС и Казахстаном. Договорились и дальше активно развивать политический диалог и наращивать сотрудничество, которое будет выгодно всем заинтересованным сторонам. Халкаралык куэлик дали зерен дамы тудын маңыздылын атабеттік. Был кхазырка геосайси жағдайда үйте өзекті мәселің бірі. Обсудили текущее положение дел в Афганистане, а также межрегиональные отношения Евросоюза со странами Центральной Азии. Шарль Мишель поддержал масштабные реформы, которые проводят в Казахстане. Казахстан – важный партнёр Европейского Союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу поздравить вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского Союза. Тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона. Развитию зелёной экономики на переговорах уделили особое внимание в планах создать в Мангустаусской области Центр производства и распределения водорода мощностью 2 миллиона тонн в год. Проект сегодня презентовали в Акурде. Здесь же подписали инвестсоглашение с представителями немецкой компании «Свивинггрупп». Будут построены крупные ветровая и солнечные электрические станции, которые, в отличие от существующих у нас в ВИЭ, будут вырабатывать электрическую энергию для производства водорода. Водород же в последующем будет использоваться в основном на экспорт, ну и при необходимости для нужд нашей страны. Проект важен тем, что он позволит нам сделать ещё один шаг на пути достижения углеродной нейтральности. Реализация проекта позволит создать почти 3,5 тысячи рабочих мест. Готовить кадры планируют совместно. Ирина Панфилова, Новое время.